Праздник Суккот это комментарий на главы Левит 23 числа 29 и пророка Захария глава 14 где говорится собственно о Суккот. И в принципе для комментирующего ничего особенно не приписываются, поэтому я имею привилегию говорить сегодня то что я посчитаю важным и нужным в этот день. А в связи с тем что у нас много гостей конечно я хочу поговорить о празднике Суккот чтобы мы понимали как бы его историческую ценность и жизненную ценность и его пророческую ценность. Поэтому поговорим о Суккоте и начать я хочу с того что Суккот это праздник он не празднуется сам по себе ну вот как знаете там день кого-то да вот он как бы может сам по себе жить. Праздник Суккот он входит в такую знаете в такое созвездие или как мы вот прошлый раз на прошлой пробоведи говорили такая знаете такое ожерелье драгоценное ожерелье из драгоценных камней. Вот и все это и все каждый праздник что-то значит каждый праздник что-то значит праздники Господни которые описаны в левите книги левит 23 главе они называются моедим. Вот то есть не просто праздник вот праздное время да вот или святу по-украински отделенный день для для Бога вот здесь еще более глубокое содержание моед праздник он обозначает или моедим это времена назначены Богом для встречи для встречи с кем со своим народом Бог он периодически да еще он постоянно хочет быть со своим народом это понятно вот но для того чтобы это было акцентировано значит для того чтобы он хочет с нами говорить вот и он говорит с нами и на праздники и посредством праздникам он он нам говорит вообще вся общественно-религиозная жизнь израилась она строилась вокруг храма вокруг жертвенника и жертвы и вокруг праздников поэтому праздники в Израиле они всегда значили гораздо больше чем в жизни любого народа и если посчитать дни которых которые празднуются во время семи праздников Господних вот и прибавить туда еще шаббаты потому что шаббат тоже входит в праздники Господни это будет больше семидесяти дней больше двух месяцев хорошее хорошее время да можно провести с Господом и тот кто этого не делает наверное он что-то теряет в этой жизни а мы даже скажем он многое теряет в этой жизни но так получилось Господь так милостью к нам отнесся что мы ничего не потеряли да давайте воздадим Богу славу за это что мы в его доме что мы празднуем его праздник что мы празднуем его праздник по божьему замыслу праздники объединяли еврейский народ вокруг Бога напоминали ему о тех великих дела которые Бог делал выводя свой народ из Египта и в последующие периоды истории и о зависимости Израиля от милости своего Бога вообще праздники это знаете это как путь которым Бог ведет свой народ смотрите Песах выводит из рабства да значит в Шавот он обеспечивает всем необходимым свой народ им если он дает Тору для того чтобы этот путь которым идет народ он он был успешным и потом он приводит в Суккот праздник победы Божий праздник Божьей победы в жизни каждого человека и в жизни его народа это путь спасения мы будем немножко говорить что еще есть там еще определенные глубины в этом празднике духовного пророческого такого будущего будущего госодержания вот праздники имели в определенной степени сельскохозяйственную составляющую на три основных паломнических праздника приходили некоторые сельскохозяйственные моменты паломнические это все мужчины Израиля должны были на эти праздники приходить в Иерусалим даже была специальная десятина которую люди отлагали для того чтобы у них были средства чтобы они могли сами прийти пригласить левитов которые жили бедных людей которые там не могли себе этого сделать но все вместе приходили в Иерусалим так вот на Песах был праздник начатков плодов когда приносили первый сноп или праздник вознесения снопа когда возносили 1 ячменный сноп на шивот более известных нам как пятидесятница многим это назывался праздник первого урожая преподала начало жатвы пшеницы вот суккот назывался также праздником урожая потому что к этому времени поспевал весь урожай это уже был то есть вот сейчас все есть куда не пойдешь везде и в магазинах и короче на дорожках и там на рынках все есть везде вот и мы так радуемся да когда у нас все есть ну не знаю как вы мы женой очень радость и благодарим Бога постоянно когда идешь кругом полно всего вот это радостно конечно но вы знаете если другие народы они праздновали собственно урожай и благодарили некую природу там за урожай там землю там еще там кому они там поклонялись то этот праздник наоборот он как бы выдергал израиль евреев он выдергивал из земли из урожая и приводил к тому кто дает этот урожай благодаря кому это все произошло потому что израиль это была не самая плодородная земля там много было каменистых почв и так далее по сравнению с Египтом да которые выращивали прямо там на или можно сказать да то есть на удобрениях и воды было полно вот здесь было все по-другому если Бог не даст дождя раннего или позднего то что будет будет плохо вот поэтому когда Бог давал конечно радовались благодарили Бога вот и были 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 очень ему благодарны но если смотреть с духовно исторической точки зрения то для нас праздники Господней приобретает особенную ценность в связи с тем что они неразрывно связаны с личностью Ешоа Машиха Иисуса Христа вот например смотрите Песох Песох ну и вместе с ним три весенних праздника опресноков и начатков плодов они обозначают искупление уже совершенное Ешоа в нашей жизни в жизни еврейского народа и в жизни всего мира вот потому что Ешо он стал агнцем Божьим который берет на себя грех мира возможно сейчас выведут это из из Иоанна 1.29 когда помните Иоанн Креститель говорил есть да вот идет агнец который берет на себя грехи всего мира осенние праздник праздник шавод четвертый праздник или пятидесятница говорит об основании тела мессии его церкви когда дух святой был излит на его учеников это мы в деянии во второй главе читаем а во времена Маше напомним в это время в это же время на пятидесятницу на шавод было было дарована тора да то есть хлеб жизни вот айшо он есть хлеб сошедший с небес для нашей жизни а осенний праздник и йом труа йом кипур суккот рисует пророческую картину грядущего полного завершения божьей программы искупления для израиля церкви и всего мира поэтому суккот был не праздник был не только праздник урожая и напоминанием о том как бог вывел свой народ из физического рабства египту и 40 лет хранил обеспечивал его в пустыне вот это это важная составляющая историческая этого праздника мы должны помнить что бог делал в нашей жизни в том числе и евреи поняли что он делал в их жизни но это и праздник говорящий о том что благодаря искупительной жертве агнца божьего и шо мессии верующие всех народов вышли откуда из духовного рабства мы все вышли из духовного рабства и греха который духовного рабства греха который мы называем духовным египет поэтому суккот это также праздник спасения израиля и всех народов вот как об этом говорит писание относительно народа израиля мы знаем сейчас что многие в народе израиля они не верят что и шо есть их их мессия которого они ожидают их спасли их спасите но что говорит римлянам 11 25 27 это раб шауль апостол павел он говорит говорит римлянам не хочу оставить вас братья в неведении а тайне сей чтобы вы не мечтали о себе но чтобы вы не думали что вы там римляне итальянцы условно говоря что вы там такие крутые и и все от вас зависит на нее ребята немножко не так так вот чтобы не мечтали о себе что ожесточение неверия в ешо произошло в израиле отчасти до времени пока не войдет полное число язычников даже вот это их ожесточение бог использовал их неверия да бог использовал для того чтобы мы спаслись из из те кто из или на так скажем из язычников вот и так весь израиль имеет суду весь это имеет суду не все поголовно а те кто примет ешо своим господом и спаситель ну да по писанию и так весь израиль спасется как написано придет от сиона избавитель отвратить нечестие атакова и сей завет им от меня когда сниму с них грехи их вот слава богу давайте поблагодарим что у израиля есть будущность и надежда божья спасибо тебе что ты помнишь о своем народе что это произойдет в твоем народе весь израиль спасется а вот что говорит писание значение праздников для всех народов кстати в этот праздник друзья это единственный праздник в котором приносили в жертву 70 быков ну каждый каждый день определенное количество быков приносили и их было в целом их было 70 вот и евреи они понимали они говорили что это за спасение всего всех народу потому что ну согласно если мы посмотрим там бытие там перечисляются народы которые произошли да вот одно их было и их было 70 вот заказа за каждый народ но потом от этих народов еще народы произошли короче так но основных было 70 вот за каждого из них за их спасение его смотрите к чему что будет в будущем сукоте том сукоте знаете окончательном последнем когда придет ешо когда все народы написано все племена не придут поклонятся вот и что будет а что будет очень интересно вот исайя 26 6-9 и сделает господь саваоф на горе сей на сионе для всех народов трапезу пир но если бог сделают пир понимаете он будет интересным это все будет вот трапезу из тучных явств трапезу из чистых вин и стука костей и самых чистых вин еще раз ну короче будет весело и уничтожить на горе сей покрывала покрывающие все народы покрывала лежащие на племенах не только на евреях лежит покрывала на племенах тоже но лежит но бог снимет это все в свой сукот поглошена будет смерть навеки люди спасутся и отрет господь слезы во все со всех лист и снимет поношение с народа своего по всей земле ибо так говорит господь и скажет тот день вот он бог наш на него мы уповали он спас нас сей есть господь и на него уповали мы возрадуемся и веселимся во спасение его и в подтверждение последнее уже того что сукот это праздник и евреев и всех народов мы видим у пророка захарий 14 16 затем все на затем все остальные всех народов приходивших против иерусалима ну короче там придут народы против иерусалима и что-то там будет с ними не очень хорошее не туда не пришли и не с тем будут приходить из года в год для поклонения царю господу савауф и для праздника и для празднования праздника кущи суккота вот поэтому друзья вот так вот такое содержание суккота она большая она историческая она пророческая она и для нас сегодняшний потому что мы вышли из египта да с нами господь его имя иммануил с нами бог давайте мы поблагодарим за то что он с нами он постоянно с нами он любит нас он желает всех благословить друзья и мы тоже всех вас благословляем дорогие а